27 сентября 2003 года время 18.33 для многих эта дата ничего не означает но именно в этот день произошло третье самое мощное землетрясение в российской федерации в период 1991 по 2021 года чуйское землетрясение или как называют его местные октажское землетрясение 2003 года всем привет вы на канале ленивый турист многие из вас смотрели хоть раз в жизни фильмы катастрофы где главные герои пытаются спастись от нападок стихии торнадо цунами или землетрясения и я уверен что немногие бы хотели испытать это все на собственном примере но жители республики алтай попали под самый сильный удар природы алтайские горы которая расстилается на огромные территории с россии до казахстана монголии и китая довольно молодые сравнительно уральских гор россии и постоянно происходящие там сейсмические активности далеко не редкость толчки происходит каждый день но человек попросту не ощущает так как их магнитуда не превышает и 1 балла но 27 сентября 2003 года в 15 33 и в 22 52 50 километров южнее от села октаж были зафиксированы подземные толчки силы в 9 и 8 баллов максимальный балл по шкале рихтера 11 эпицентр землетрясения находился на глубине 33 километров всего ученые зарегистрировали около 140 более слабых толчков многие из них ощущались и в красноярском крае в кемеровском томской новосибирской и читинских областях но эти регионы трясло не более чем на 4 балла раскачивались дома и мебель к счастью обошлось без жертв но урон республики нанесен большой в отдаленном высокогорном кушагарском районе без систем жизнеобеспечения осталось около 1800 человек разрушено 99 жилых домов получили сильные средние повреждения 860 жилых домов 12 школ здания двух больниц и трех домов культуры повреждены две котельные в 594 жилых домах появились трещины в стенах и осыпалась штукатурка нарушены электро и водоснабжение отсутствует связь в лаганском районе мчс зафиксировала трещины в стенах осыпания штукатурки 526 жилых домах и школе также нарушена связь шибалинскими ангудайских районах системы жизнеобеспечения не пострадали получили повреждения здания семи школ четырех больниц и пяти зданий социально-культурного назначения больше всего пострадал населенный пункт бельтир в 470 километрах южнее города горнолтайск кошагачского района где полностью разрушены 99 жилых домов сильно повреждены 161 жилой дом школа здания больницы котельные ущерб составил не менее 300 миллионов рублей в районе разрушена всего около 950 домов лэб подстанции глава республики михаил лапшин заявил что самостоятельно ликвидировать последствия не смогут ни район не даже республика алтай к понедельнику из бельтира в кошагач евакуировано 160 детей жителям организована доставка воды и топлива в республике расчищены дороги движение автотранспорта было восстановлено шли аварийные ремонтные работы на системах связи вода и электроснабжения но в субботу и воскресенье власти были явно не на высоте почувствовав толчки многие люди в спешке выбежали на улицу паника усилила и то что никакой информации землетрясений жителям города не поступало единственный способ связи мобильный телефон отказывался работать так как из-за высокой нагрузки на сотовые сети дозвониться было нельзя практически все городские здания могут выдержать землетрясение силой 6 и 7 баллов пашкаре рихтера они проектировали с большим запасом прочности другое дело что процессе строительства могло быть всякое так что люди которые вышли из своих домов поступили совершенно правильно говорит председатель алтайского краевого совета архитекторов пётр анисифоров действие мчс раскритиковал председателя алтайского краевого совета народных депутатов александр назарчук население никто не дал никакой информации многие люди ночь провели на улице когда губернатор выступал по телевидению в прямом эфире они толпились во дворах по сообщению жителей ленты .ру например минусинске люди подавшись слухом о прорыве саяна шушенской гэс садились машины и уезжали в горы по рассказам наших жителей в новосибирске барнауле спецслужбы не могли оповестить население ситуации потому что сами милиционеры мерзли вместе с населением во дворах с неработающими мобильными телефонами в то время как по телевизору в пустых квартирах власти пытались инструктировать население в барнауле температура на улице в тот день была 5 градусов пасмурно очутившиеся под открытым небом горожане согревались народными средствами выдвигали гипотезы о природе толчка одна фантастичнее другой обвал пустотно выкачаны из-под каспийского моря нефти ядерная бомба заложена террористами в зону перекрестка литосферных плит в районе 59 параллели взрыв ядерной бомбы в китае испытания российского тектонического оружия к вечеру спиртного ларьках не осталось а продавцы алкоголя перевыполнили норму продаж в 4-5 раз вернувшись к вечеру свои квартиры они провели бессонную ночь кто-то не смог заснуть из-за переживаний а в некоторых районах мчс снова попросила жителей вернуться в дома по сообщениям читатели ленты .ру в бийске напротив администрация уверила что возвращаться в квартиры можно а ночью толчки продолжились при отсутствии достоверной информации люди изобретали самопальные сейсмические детекторы ставили на стол кружку с кофе и выходили из дома когда она начинала расплескиваться а также прислушивались перезвону китайских колокольчиков у кого они имелись воскресное утро так и в течение субботы центральное телевидение ради не умолчала о случившемся федеральные каналы сочувствовали пострадавшим от землетрясения японцам оставшиеся без света итальянцам и ни слова об упоминании соотечественников те россияне у которых есть доступ к интернету получали новости землетрясения сетевых сми о прогнозах сейсмической обстановки на воскресенье сервера службы оповещений землетрясениях сша настроение потрясенных сибиряков можно выразить было двумя фразами наших читателей аноним биск удивляет молчание в новостях полстраны стоит на ушах а нам о японии сообщают и концерты показывают сергей барнаул это конечно хорошо что у нас был такой потрясающий повод встретиться всем микрорайонам на улице вчера вечером и сегодня ночью в два часа но где были наши 01020 3911 мчс куда потратили наши бабки мне самому было 10 лет и я прекрасно помню этот день мы сидели с мамой на кухне и в спальне послышался какой-то звук после он стал усиливаться и начала биться дверь шкафа мама сказала сходи посмотри вдруг это кот залез в шкаф зайдя в спальню я видел как дверь шкафа сама закрывается и открывается после затрясло уже люструю весь дом мама крикнув что это землетрясение повела меня из дома на улицу на улице стоял неимоверный гул исходящий из ниоткуда а животных наоборот не было слышно рабица нашего забора ходила из стороны в сторону и даже соседский урал стоявший на улице качала повторное землетрясение также произошло ночью когда я проснулся от звука в качающейся люстры а мы жили почти в пятиста километрах от эпицентра землетрясения после еще пару дней алтайский край шатало и нас эвакуировали в школе во время уроков многие перебрались жить в алтайский край из республики алтай в то время из-за того что их дома были либо уничтожены либо они не чувствовали себя в безопасности по рассказам жителей окташа который был наиболее близок эпицентру из колонок побежал кипяток появились трещины в земле которые наполнились водой и также всем хорошо известное гейзеровое озеро появилось благодаря землетрясению 2003 года практически полностью был разрушен поселок бельтир серьезные повреждения получили дорожное полотно и инженерные сооружения чуйского тракта алтайском крае землетрясение вызвало повреждение высотных сооружений дымовых труб водонапорных башен опор линии электропередачи часть из которых потребовались сноса или серьезного ремонта сведения о серьезных разрушениях домов и других зданий в алтайском крае нет в то же время многие поселки в алтайском крае получили трещины и небольшие смещения перекрытия лестничных маршей в зданиях осыпалась штукатурка во время авторшока происшедшего 1 октября в барнауле произошел оползень берега реки пивоварки в бийске из-за сейсмических толчков произошло разрушение заземляющего фидера на распределительно-понизительной станции северо-западные в результате чего в электросети возник перекос фас что привело к массовому выходу из строя электроприборов в домах и организациях кроме того в течение 7 часов часть районов города оставалась без электричества было нарушено движение трамваев эти факторы еще сильнее усугубили панику охватившую город в ташанголе лопнули стены одного панельного дома землетрясение ощущалось на расстоянии более тысячи километров от эпицентра в частности в новосибирске интенсивность главного толчка составила 4 балла причем из-за инференции сейсмических волн сила толчков первого удара новосибирске удаленном почти в 700 километров от эпицентра была местами выше чем в бийске и барнауле после землетрясения поселок бельтир был отстроен на новом месте был повышен уровень сейсмической опасности для городов юго-западной сибири для горно-алтайской бийской белокурихе до 9 баллов барнаула и новосибирска до 8 баллов коренные же жители республики алтай обвиняют в чуском землетрясении алтайскую принцессу обнаружены российскими археологами на плоскогорье укок в районе границы с китаем в 1993 году и до 2014 года хранившийся в музее институт археологии этнографии сибирского отделения ран в новосибирске и требовали вернуть принцессу на родину в моем родном селе алтайское поставили на горе выше озера сорокина крест чтобы уберечь землю от катаклизмов по рассказам самих алтайцев землетрясение было предсказано животными за несколько часов до события сначала собаками потом лошадьми многие коренные алтайцы покинули свои дома и количество жертв было минимальным официально их не было вообще но землетрясение было такой силой что по словам алтайцев горы менялись прямо на глазах происходили многочисленные оползни а также стоял сильный гул человек думать что он всемогущий может починить себе все что захочет но в момент когда природа показывает весь свой гнев мы понимаем как мы беспомощны перед стихией на этом у меня все если вам понравилось данное видео то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал а также пишите в комментариях какими вы помните эти дни где вы были и что вы делали в момент землетрясения всем спасибо за просмотр до скорых встреч